это настоящий звук планеты уран седьмая планета солнечной системы но первая открытая с помощью телескопа уран полон тайн загадок и секретов разгадка которых позволит узнать многое о происхождении нашей солнечной системы все планеты нашей системы по-своему уникальны но уран он особенный несмотря на то что порой уран различим невооруженным глазом его задолго до открытия принимали за тусклую звезду в отличие от газовых гигантов сатурна и юпитера в недрах урана отсутствует металлический водород но зато много льда в его высокотемпературных модификациях газовым гигантом он так и не смог стать поэтому уран и схожий с ним нептун две планеты для которых существует отдельная категория ледяные гиганты основу атмосферы урана составляют водород и гелий кроме того в ней обнаружены следы метана и других углеводородов а также облака изо льда твердого аммиака и водорода поглощение красного света метаном в атмосфере придает планете голубоватый цвет считается что основная масса урана приходится на смесь льдов водного метанового и аммиачного в десятера меньше по массе здесь водорода с гелием и еще меньше твердых пород скорее всего сосредоточенных в сравнительно небольшом каменном ядре до 3,7 земных масс основная доля приходится на ледяную мантию правда этот лед не совсем та субстанция которой мы привыкли он текуч и плотен вокруг солнца уран движется по практически круговой орбите зима здесь длится в течение почти четверти года урана а это 84 земных солнце светит прямо над каждым полюсом в результате чего другая половина планеты погружается в длинную темную зиму создаваемая солнцем освещенность на таком почтительном расстоянии в 390 раз меньше чем на орбите земли внутреннего тепла на уране недостаточно причем настолько что этот до сих пор требует специального объяснения и озадачивает ученых мало того что он получает от солнца совсем немного так и отдает порядка одного процента этой энергии уран это самая холодная планета солнечной системы минимальная температура здесь минус двести двадцать четыре градуса по цельсию экстремальные погодные условия на уране далеко не редкость в 1986 году космический аппарат вояджер 2 пролетал мимо урана и это кстати первый и пока последний зонд посещавшие седьмую планету так вот тогда один из полюсов планеты был направлен прямо на солнце и сколько бы уран не вращался одна его половина все время было направлено на солнце а другая вечно находилась в полной темноте пару десятилетий спустя телескоп хаббл показал наличие на уране всевозможных ярких облаков которые оказалось резко менялись в ответ на немедленное изменение солнечного света изменение яркости планеты указывают на то что какие-то процессы влияют на характеристики этих облаков в течение длительных времен года планета то становится ярче тот тускнеет с периодом в 11 земных лет что совпадает с циклом солнечной активности на это могут влиять два процесса первый связан с изменением уровня ультрафиолетового излучения от солнца влияющим на цвет частиц в атмосфере 2 обусловлен высокоскоростными частицами приходящими из-за пределов солнечной системы которые бомбардируют атмосферу урана и регулируют образование облаков удивительно но эффект виден даже с земли на расстоянии более полутора миллиардов километров основной запас знаний ледяного гиганта состоит из наблюдений вояджера 2 он же передал на землю снимки с близкого расстояния которые вы наблюдали в начале этого ролика однако и благодаря наземным телескопом удалось разузнать много интересного об этой удивительной планете в облачных вершинах урана ученые обнаружили сероводород вероятно запах этого газа вы наверняка хоть раз слышали это запах тухлых яиц получается если человеку когда-нибудь суждено посетить поверхность урана его встретит не просто неприятный а ужасный запах кстати высокая концентрация водорода может быть опасной для здоровья и жизни человека концентрация газа в несколько сотен частиц на миллион может буквально убить человека за 30 минут учитывая и крайне низкие температуры картина вырисовывается совсем уж неприятная то есть помимо жуткого холода и неприятного запаха человека на уране ждет еще и удушение все это конечно говорит об уникальности седьмой планеты от солнца но поистине особенно и не такой как все остальные ее делает нечто другое почти все планеты солнечной системы вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки как они вращаются и вокруг солнца но только не уран и венера при этом уран более удивителен он вращается вокруг своей оси таким образом что создается впечатление будто он лежит на боку вниз головой ведь наклону его оси приблизительно равен девяносто восьми градусам иными словами уран имеет горизонтальную ось вращения ни одна планета нашей системы не имеет такой особенности но почему же такая огромная планета как уран лежит на боку по самой распространенной версии столь сильный наклон своей оси ледяной гигант мог приобрести вследствие столкновения с крупным космическим объектом массой и размером как минимум в два раза больше чем у нашей земли причем произойти изменения в наклоне оси вращения планеты могли буквально за несколько часов вполне возможно что этот объект по-прежнему находится где-то в солнечной системе но располагается настолько далеко от земли что его просто невозможно увидеть это могло бы объяснить некоторую особенность орбиты планеты а также вполне могло бы соотноситься с гипотезами о наличии в нашей системе некой планеты x или планеты 9 чья орбита в представлении некоторых ученых располагается где-то далеко позади плутона складная гипотеза однако она не может объяснить почему ни один спутник урана не обладает такой же наклонной орбитой сторонники гипотезы о столкновении парируют мол столкновение могло произойти 3-4 миллиарда лет назад еще до того как у урана появились крупные спутники на тот момент планету окружал более отчетливый протопланетный диск из которого впоследствии сформировались его спутники уже после того как планета приобрела свой необычный наклон ее гравитация подтянула за собой пять крупных спутников придав им тот же наклон эти изменения также могли привести к тому что планета покрылась ледяной оболочкой удерживающий внутреннее тепло и не позволяющая ему выходить на поверхность в общем гипотеза она на то и гипотезы однако совсем недавно появилась новая версия почему уран лежит на боку и забегая наперед она кажется более убедительной согласно этой гипотезе в уран никто не врезался а наклон вызвали его гигантские кольца вероятно вас как и меня немного смущает тот факт что никаких гигантских колец урана попросту нет и мы будем правы кольца планеты настолько маленькие и тонкие что их едва видно но что если так было не всегда зонд кассини показал нам что кольца планет имеют временный характер и не долговечный предположим когда-то где-то четыре с половиной миллиарда лет назад уран имел гораздо более внушительную систему колец нептун и уран имеют практически одинаковый период вращения а это как говорят ученые означает что они родились вместе как юпитер с сатурном вероятность совпадения периода вращения было бы намного ниже если бы с ураном столкнулась другое небесное тело кроме того столкновение испарила бы лед спутников и дестабилизировала бы их орбиты однако спутники ледяной планеты по крайней мере на 50 процентов состоят изо льда но если мы предположим что вокруг урана были массивные кольца все эти несоответствия устраняются из-за них он бы начал колебаться словно волчок это явление которое называется прецессией резонанс между прецессией планеты и ее орбитальной прецессией известен как спин орбитальный резонанс и он может вызвать значительный осевой наклон компьютерная модель показывает что в течение миллиона лет кольца могли наклонить ось планеты на 70 градусов но где же тогда еще 28 вот их как раз могло обеспечить столкновение или несколько небольших столкновений с другими объектами получается и теория столкновения не беспочвенно ее аккуратненько так вписали в общую картину что ж насколько состоятельной обе эти гипотезы судить вам друзья что и предлагаю сделать в комментариях но кажется что лишь целенаправленные миссии к этому загадочному холодному и темному миру помогут разрешить все его загадки знаете меня на самом деле поражает другое с 1986 года прошли уже или до сих пор в разгаре десятки военных конфликтов а voyager 2 остается единственным зондом который проведал уран урана котором мы толком нихрена не знаем как впрочем и о других планетах лишь строим гипотезы наблюдая за некоторыми событиями происходящими в мире возможно voyager 2 так и останется единственным аппаратом созданным человеком который посетил седьмую планету солнечной системы поэтому напоследок ребята давайте посмотрим на прощальный снимок урана сделанный космическим аппаратом voyager 2 во время отбытия в кавычках к нептуну до новых интересных встреч а